Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание Черепашья Буря. В этом испытании всего лишь 3 эпизода. Ограничено количество героев. Будем играть за негативных персонажей. И давайте-ка, друзья, для первого боя я возьму какую-то очень необычную команду. Вот я думаю, давайте-ка мы возьмем команду из жутких мутантов. Итак, Рокзар. Самый жуткий и страшный. Острозуб Саблезуб. Вот, кроме того, было бы здорово еще взять какого-то жуткого мутанта. Ну, Супер Шредер это тоже считается одним из самых страшных и жутких мутантов. Вот я смотрю, кого бы взять. Ну, Тигрин и Коготь по мне очень милашный, няшный. Поэтому давайте-ка я, наверное, все-таки возьму Бакстер Муху. И вот этим отрядом отправимся с вами в бой. И надеюсь, что здесь мы справимся. Итак, четыре волны встречают нас, черепашки, из мультика. И нам первым делом надо выбивать либо Микки, либо Лео. Вот, причем, вот Микки, наверное, все-таки в первую очередь, пока он не прокачал уклонение. Если прокачает уклонение, будет трудно победить. Поэтому Рокзар метает свои когти и с первого удара выбивает Микки. Отлично. Дальше мы попытаемся справиться с Лео. Вот, Саблезуб его кусает, оглушает, но, как видите, Лео выживает. Ненадолго. Бакстер Муха его добивает при помощи кислоты. Ну, а тем временем Супер Шредер активирует свое сердце. И благодаря мутагену у нас появляется постепенное исцеление на три хода, плюс дополнительная защита. Что ж, здорово. Итак, мощнейшим ударом плеча Астрозуб добивает Дони и ударом когтей. Сверху Рокзар справляет со срапом. Итак, наш отряд без проблем справился с первой волной черепашек из мультика. А вот сейчас мы будем сражаться с черепашками из фильма. И первым делом я вот попытаюсь справиться с Микеланджелом из фильма. Для этого Супер Шредер метает свои косины и кунаи. И что же и добивает врага. Ну, друзья, в первом эпизоде враг не очень сильный. Как видите, без проблем черепашек ниндзя удается добивать. Ну, что ж, попытаемся пойти так дальше. Итак, удар ног с Астрозуба выбивает Илеву. Ну, а дальше все будет очень просто. Итак, плевок кислотой Бакстера Мухи снимает половину жизни Дони. Ну, и это все, что удалось сделать. Вот, тем не менее, ударом кулака сверху Астрозуб добивает вот очередную черепашку. И остается только Раф. Вот, Рокзар вызывает Рафа на бой. А Саблизуб тем временем наносит мощнейший удар хвостом. Как видите, Раф выживает. Что ж, надеюсь, что ненадолго. Вот Бакстер Муха еще наносит смертельный удар. И мы побеждаем противника. Ну, а пока третья волна, в которой ожидают черепашки-ролевики. И для них есть сюрприз. Супер Шреддер вонзает костяные кунаи в земли. И шипами из земли наносит колоссальный урон. И просто вот шутя сметает ролевиков. Вот, и мы переходим к четвертой волне, в которой уже встречают классические черепашки. Ну, что я скажу, друзья. Это уже будет посложнее. Тем не менее, вот Рокзар ударом когтей выбивает Рафа. Вот, Астрозуб вызывает классических черепашек на бой. Вот, налаживает на них негативный эффект уменьшения атаки. Вот, пытается что-то сделать Саблизуб. Снимает часть жизни. Ну, а Бакстер Муха тем временем усиливает, подлечивает наш отряд благодаря своим экспериментам. Тем не менее, надо добивать противников. И уж, Супер Шреддера не в плохо это получается. Остается только Микки слева. Отлично. Итак, удар Рокзара выбивает Лики. И Микки остается только Леонардо, с которым вот пытался справиться Саблизуб. Не получилось. А вот финальный удар наносит Бакстер Муха. И наш отряд вот одерживает победу. Что ж, это было здорово, круто. Как видите, победа у нас получилась неплохая. И мы идем с вами дальше. Вот, собираем нашу награду. И я беру следующий эпизод. Вот, перехожу к следующему эпизоду. Ну, вот, мутанты очень неплохо себя показали. А вот сейчас давайте-ка соберем команду людей. Итак, Крис Брэдвард, Север Монтес, Стиранка. Вот, думаю, брать ли нам Бакстера Стокмана? Ну, давайте-ка я буду, вот пока людей без спецкостюмов. Хотя, вот у Зека тоже костюм невидимости. Вот, кстати, что-то за Шреддеров мы пропустили. Давайте-ка, друзья, я пока Зека высажу, а положу Шреддера классического. Мне кажется, только как-то так, потому что все-таки у Зека вот костюм невидимости. Ну, что ж, попробуем, попробуем и этот отряд потестировать. Неплохая команда людей. Вот, нравится мне, что у Стиранка вот две массовые атаки. Итак, в начале боя Хан налаживает на вражеских классических черепашек негативный эффект уменьшения защиты. Это дебаф. Вот, кстати, кто не в курсе, положительные эффекты это бафы отрицательные, дебафы. Ну, а пока мы еще усиливаем наш отряд. И, видите, у врагов красненькие отрицательные, а у нас положительные зелененькие квадратики. Кстати, в настройках мы можем посмотреть всю информацию о положительных, вот зелененьких бафах, положительных эффектах и отрицательных дебафах красненькие. Ну, что ж, как-то так. Итак, еще усиливаю наш отряд. Для этого Крис Брэдфорд пьет газировку и у нас появляется дополнительная защита. Ну, а сейчас к север ударом ног пытается справиться с Дони. Не получилось. Хотя, друзья, я не того героя атакую. Надо выбивать Рафа, пока он не подлечился. Ну, как видите, враг не прост. Микки классически прокачивает вот атаку. Но приходит время сиранка и моего любимого оружия. Выстрел из пулемета. Вот, шутя сметает большинство врагов. Микки выживает опять же ненадолго. Да, удар ногой с разворота. Хан добивает классическую черепашку. И мы переходим к следующей волне. Итак, ролевики. В первом эпизоде мы, в принципе, неплохо с ними справились. Ну, а сейчас попробуем справиться во втором. Так, супер шреддер. Объединяет свой особый меч Алибарда в одно. Метает как бумеранг и выбивает Дони. Ну, что ж, пока это было неплохо. Кроме того, друзья, давайте-ка я усилию нашу атаку. Для этого Крис Брэдфорд разбивает доску. И у нас появляется опять же положительный эффект. Вот, кроме того, к север, как и Хан, может налаживать негативные эффекты. Уменьшать защиту. И стиранку остается только подрывать при помощи своего гранатомета. Взрыв. Ничего себе. Раф ролевик выжил. Опять же, ненадолго. Хан бьет по уязвимым точкам, добивает врага, и мы переходим к третьей волне. Итак, оригинальные черепашки, а вот с ними уже будет посложнее. Хотя, ничего сложного. Вот, шреддер классически призывает помощь из иного измерения, которое сметает оставшихся врагов, что и приносит нам победу. Вот, выжил. Выжил Раф оригинальный, но я его попытаюсь добить ударом ноги с разворота. Что делает Крис Брэдфорд. Да. Вот, просто супер. Что ж, добрались, друзья, мы до четвертой волны, в которой нас встречает черепашки видения. Вот, я думаю, кого бы атаковать в первую очередь. И, конечно же, либо Раф, либо Лео. У обоих довольно-таки серьезные массовые атаки. Давайте-ка, мне кажется, огненные намного опаснее. Поэтому, пусть, вот, наш герой, Севермонтес, атаковал довольно-таки серьезно ножами. Смотрите, снял большую часть жизни Рафа и Ведения. Кроме того, удалось навешать негативный эффект. Это постепенное уменьшение здоровья. Но я не буду рисковать, пока пусть тиранка подорвет его гранатой. Да, вот, отлично. Вот, дальше попробуем справиться с Лео Ведения. Ничего себе, Хан ударом ноги добила этого противника. Ну, оставшимися черепашками, я думаю, справится и так. Итак, Шреддер снимает большую часть жизни, а Крис Брэдфорд не добил. А, вот, Ксевермонтес добивает. Итак, остается только Донни. Вот, опять же, проходит удар Ксевера. Хан ударом добивает врага. И, смотрите, он поставил лайк и дизлайк. То есть, вы видели, вот, в конце получился вот такой прикольный трюк. Никогда на это не обращал внимания. Что ж, а наша награда 15 долларов, монеты, осколки плюс ДНК Донни ролевого. Просто, просто супер. Ну, что ж, друзья, итак, добрались мы с вами до финальной третьего эпизода. И мне нужна очень сильная команда, потому что враги действительно довольно-таки крутые. Но, опять же, не хочу повторяться. Итак, друзья, соберем команду, о которой мы сегодня еще не играли. Это Бакстер Стокман. Вот, давайте-ка еще на помощь ему. Вот, возьмем Шреддер из мультика. Вот, Тигренова Когтя. Вот, это на Крэн классический. И еще кого-то добавить бы в отряд. Вот, я думаю, кого бы было бы неплохо взять. Вот, не хочу повторяться. Итак, кого бы взять? Ага, друзья, возьмем-ка мы Зека. Ну, как-то так. Больше не хочу брать просто носорогов. А, кстати, друзья, можно было бы взять Кроликов. Тоже мои любимые персонажи. Вот, мне кажется, даже так будет лучше. Хотя пусть остается Зек. Что ж, вперед в битву. Ого, шесть волн, шесть волн. Итак, друзья, наверное, все-таки я сделал ошибку. Нужно было взять Кроликов. Ну, в принципе, мы и так должны запинать. Что ж, будем пробовать стараться. Итак, в начале боя Шреддер из мультика призывает Нинь. Сам идет бой и пытается уничтожить черепашек Ролевиков. Слабовато. Слабовато у него это получилось. Но, возможно, Тигрин и Коготь поможут. Ударом своего мечеты он добивает Донни Ролевика. Не сумел. Ничего себе. Что ж, одна надежда на вот Зека. И он метает световую бомбу. Поджаривает Донни. Выбивает Микки, но Лео с Рафом выживает. Что ж, друзья, я думаю, стоит ли усиливать атакующие способности нашего отряда. Ну, давайте-ка я пока просто вот уничтожу черепашек при помощи ядерного удара Крэнга классического. Вот, отлично. А вот в следующей волне я уже прокачаю атаку. Итак, черепашки из мультика. Вот очень-очень непросто чувствуют в нашей волне. Хотя, у нас есть же Бакстер, Стокман и его взрывные маусеры, которые очень много отбирают здоровье. Итак, взрыв. Вот удалось выбить Лео. Микки, Донни и Раф выживают. И это победа. Вот Зек метает шлем бумеранг. Выбивает Микки. Супер шредер. Прошу прощения. Это не супер шредер. Это просто шредер из мультика ударом вот в прыжке добивает Рафа и остается только Донни, которого подмораживает тигрин и коготь. Ну вот, здорово. Итак, вторая волна уничтожена. Переходим в третий. Классические черепашки. Что ж, ничего страшного. Вот давайте-ка сейчас я усилю наши атакующие способности благодаря кренгу классическому, который сам себя же достает из своего же комбинезона. И, как видите, у нас появляется новый положительный эффект. И да, вот пришло время Бакстера Стокмана. Он выпускает ударную волну, поджаривает классических черепашек. Но, как видите, те выживают. Выживают, но, надеюсь, что ненадолго. Выстрелом из пальца Зек выбивает Рафа. Дальше Шреддер пытается усилить, подлечить наш отряд. Вот, благодаря особой технике от тигрин и коготь добивает классический черепашек выстрелом из бластера массовой атакой. Вот, супер. Итак, четвертая волна, оригинальные черепашки. И здесь, чувствую, будет все непросто. Вот, хотя, возможно, все получится довольно-таки быстро. Бакстер, так как Крэм классический, призывает технодром и стреляет по вражеским оригинальным черепашкам из плазменной пушки. Мощнейший удар Раф. Раф уничтожен, выбит. Остальных здоровье по минимуме. И, я думаю, это будет легкая победа. Вот, ударом Коккей Шреддер выбивает одну черепашку. Вот, Бакстер с Токмана ракетным ударом выбивает Донни оригинального, а Зэк ударом ноги пытался справиться с Лео, не получилось. Что ж, тигрин и коготь зацарапал оригинального Лео, и мы перешли к пятой волне. Итак, закончились у нас массовые атаки, но будем сражаться тем, что есть. Вот, итак, первым делом, вот я вижу, урон по Микеланджело ведение повышен, поэтому давайте-ка пусть Крэм его и атакует. Отлично, удалось снять половину здоровья. Дальше Шреддер попробует добить Микеланджело. Мощная атака, не сумел. Не сумел, зато Зэк поджаривает врагов световой бомбой. Итак, у нас обновилась эта способность. Ох, ничего себе, сколько удалось много снять жизни с вражеского отряда. Вот, пытаемся добивать. Проходит удар Тигриного Когтя, пора в ведение. Кстати, очень легко удалось справиться с этой волной. Я ожидал сложнее, что это будет. Тем не менее, пятая волна уничтожена, и мы переходим к шестой. Космо-черепашки против нашей сборной. Вот, неплохо. Итак, Шреддер призывает своих низ, обновилась способность, посылает бой, и они наносят довольно-таки приличный урон. Вот, кстати, что у нас с лекарями. Вот, Лео у нас может лечить. Давайте-ка я его, вернее, прокачивать дополнительную защиту, поэтому я его выбиваю в первую очередь. Вот, Микеланджело с его массовой атакой добиваем вторым. Ну и сейчас попытаемся справиться с Донни. Возле Рафа красный треугольник, то есть урон уменьшен. И, как видите, снимает большую часть жизни наш Тигриный Коготь. Итак, массовая атака. Возможно, это будет финал. И Крем классический подает ядерную бомбу, который стреляет и выбивает Донни. Выживает Раф космический, но ненадолго. Шреддер прыжком сверху мощнейшей атакой добивает противника, что и приносит нам победу в этом испытании. Что ж, просто супер. Итак, друзья, испытание Черепашья Буря Прогина. И наша награда это 20 долларов, 100 монет, 5 осколков и ДНК Лео Ведения. Что ж, супер. Итак, друзья, сегодня я на этом с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.